Для российской армии Запад придумывает все новые и новые сценарии для нападения на Украину. До Нового года, в Новый год, чуть позже, в январе, феврале, теперь уже в марте, словом, вот-вот. С юга через Донбасс, через Белгород на Киев и из Беларуси. Старт из Речицы, Гомеля или из какого-то неизвестного города Мазур. Уже и сам Киев путается в показаниях, когда, откуда, какая агрессия и угроза исходит. Там даже подмечают, мол, не очень-то и страшно, но уже все. Как хвост виляет собакой, так и война в Украине начинает управлять сама собой. Слишком много вложено в операцию с таким американским названием «вторжение». Война идет не на полигонах, а в головах западных политиков. Украинские друзья, как вы знаете, обеспечиваются оборонительным вооружением, которое мы поставляем. Мы даем понять, что полностью солидарны с народом Украины, что мы поддерживаем их суверенную целостность. Но нам нужно показать России, что любое вторжение любого масштаба в Украину не обойдется без последствий. Будут жертвы. И я думаю, что люди в России должны понять, что для них это будет новая Чечня. Смерть мозга. Когда-то отдельные участники НАТО поставили Альянсу именно такой диагноз. А после последних заявлений, кажется, наступил период обострения. Переброска сил НАТО на восточный фланг, накачивание Украины военными грузами и вишенка на торте. Эвакуация из Киева дипломатов США и их союзников. Удивились даже в аппарате президента Украины. Мол, спокойствие – это всего лишь дипломатическая игра. В течение последних суток ситуация на востоке Украины находится под контролем. Да, стрельба продолжается. Да, нарушения режима прекращения огня продолжаются у наших границ. Но главное, что у нас ноль раненых и ноль убитых. Это вы неправильно считаете. Сразу же осадили президента Украины в Вашингтоне. Никаких сомнений. Все видели танки. Значит, вторжение определено как неизбежное. Ведь душа Путина – потемки для всех, кроме Белого дома. Никто не может проникнуть в мысли президента Путина или российского руководства. Но по поводу вторжения мы все знаем, что это так. То, что мы видели – это приготовление, включая 100 тысяч военнослужащих на границе, воинственную риторику и другие действия. Например, операции под чужим флагом, чтобы распространить дезинформацию по всему региону и даже миру, создавая прецедент для вторжения. А вот это действительно игра. Игра на обострение. Информационные снаряды летят с разных сторон, чаще именно в сторону Москвы. Россия прекратит экспорт газа в Европу. В Киеве посадят марионеточное правительство. На Западе даже фамилию Ставленника называют. И не важно, что он как-то не согласен. А пока будут оккупировать Беларусь. Учения «Союзная решимость» пишут в западной прессе всего лишь предлог оставить у нас свои войска. Мы же помним, из какого-то белорусского города Мазур тоже пойдут колонны. По планам Запада где-то в конце февраля. Вопросы задают даже простые украинцы. Просто делают, чего парень прикажет. Я имею в виду белые господа. Заокеанские, украинские, британские. Так вот, наши военные заявляют о 20 числе. Даже не посмотрев на то, что, например, в соседней Беларуси у вас, насколько мне известно, на 27 февраля назначен референдум о Союзном государстве. Аргументы, которые называются, ну, грубо говоря, для галочки. Ну, как бы дискуссия не ведется в формате доказательств. Ну, так необходимо просто верить, что от вас нам необходимо ждать агрессии. Ну, вот и все. Причем, знаете, что я хочу отметить? Параллельно с этим слышу, например, на ФМ-радио рекламу о том сборе средств для операций украинских детей у вас в Минске, в Беларуси. Понимаете? То есть абсурдность какова. А Беларусь тем временем, как и Россия, на этой неделе оказывала аварийную помощь Украине поставками электричества. А про свои учения уже все рассказали. По доброй воле и открыто. Пригласили иностранных военных Аташе. Показали им реальные схемы движения войск. Там не сантиметра через украинскую границу. Это видели и представители НАТО, но они так и остались озабоченными. Ведь только наши маневры – это повод усилить средства сдерживания и обороны Альянса на границах союзного государства. Но агрессор здесь все равно Москва. Столько же российских войск на тех же позициях, которые мы наблюдали в прошлом году перед Пасхой. Видите, год скоро, да? Никто никуда не передвигался. Все там же и стоит. Это говорит Украина. Но Запад даже не ретранслирует это мнение. Вот что меня поражает, на Западе все нагнетают панику. Путин вот-вот начнет широкомасштабную третью мировую войну. Но никто даже не цитирует ни Зеленского, ни Данилова. Мол, их мнение никого не волнует. Пока все на уровне нагнетания истерии. В этом заинтересована Украина. Оружие поставляют, кредиты выдают. Но страну толкают к реальному противостоянию. И здесь уже другие бенефициары. НАТО получит повод усиливать свои базы. Британия сможет заставить Евросоюз отказаться от российского газа. Да и оружейное лобби США срочно нуждается в хороших дивидендах. А война – тот самый повод. Человеческие жизни – так это и сдержки. Ничего личного. Москва все это видит, понимает и решается отвечать паритетно. В тот же день, когда проходит встреча политических советников, лидеров нормандского формата, вечером. И США, и НАТО дают России ответ на предложение по гарантиям безопасности. Там есть реакция, которая позволяет рассчитывать на начало серьезного разговора, но по второстепенным вопросам. По главному вопросу в этом документе реакции позитивной нет. А главным вопросом, я напомню, является наша четкая позиция о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на восток. Что касается вооружения, которое тоннами везут в Украину, оно угрожает самой стране. Об этом открыто говорят все российские эксперты. Это эмоциональное обращение к Зеленскому политологу Сергея Михеева сейчас в топе по перепостам от Москвы до Киева. Разве не говорили умные люди, что нахрен вы никому не нужны с точки зрения развития, процветания, что все это просто слова? Вы бараны, которых надо погнать на войну с Россией. Вашим мясом они пытаются решить свои проблемы. Вы для них ничем не отличаетесь от тех туземцев, индейцев, которые они когда-то обманули. Что такое западная цивилизация? Она базируется плоть от плоти, она базируется на тотальном обмане из-за тем уничтожения. Они так сделали свой успех. Обмануть тех, кого можно обмануть, а тех, кого нельзя обмануть, сломать. Сломать и убить. Как раз план «сломать и убить» в полной мере прочувствовала на себе Беларусь. Теперь и Минск, по мнению Запада, в числе потенциальных агрессоров Украины. Об этом в своем послании говорил на неделе Александр Лукашенко. Поводом опять же стали наши совместные с Россией военные учения. Президент ответил, никакого отношения они ни к агрессии, ни к оккупации страны не имеют. Это НАТО везет в Украину снаряды, противотанковые комплексы и бронемашины. И если кому-то что-то кажется, то разве это наши проблемы? Отсюда давление, провокации и санкции, которые к гадалке не ходи будут ужесточать для обеих наших стран. Сейчас, как вы знаете, войска расположены вдоль всей границы с Белоруссией. И я дал понять еще раньше президенту Путину, что если он вторгнется в Украину, это будет иметь серьезные последствия, включая значительные личные экономические санкции. Скучно, девочки. Ну, хоть чего-нибудь там попридумали бы еще. Пока в арсенале Запада попытки заболтать реальные проблемы и претензии к собственной агрессивной политике – это что касается диалога с Россией. Украине оставляют напряжение, страх и воспитание ненавистью. Чтобы впоследствии не происходило с Украиной, или вокруг нее уже понятно, что это чужая игра. И Киев здесь заложник идущего перестроения мирового порядка. Если смотреть уже, противостояние Запада и Востока. Москва дала понять, если в США, а именно они рулят процессом, не получится договориться о равноправных условиях, она начнет действовать без оглядки, опираясь исключительно на собственные интересы. Они есть и в Украине в том числе. Главное оружие Запада, готовность России отступать, отправлено в утиль. Что придет ему на смену? Все-таки диалог или доллар, танки, ракеты, а потом человеческие жизни. Об этом партнеры хотят говорить с Москвой конфиденциально. Это важно, потому что у Киева, наверное, появился минимальный шанс выбрать, как между злоб и добром, которое должно быть не только с кулаками, но и с головой. Светлана Корольская, Ксения Каневцева, Светлана Чевдарь, Контуры, Москва.